всем привет дорогие друзья как вы возможно догадались сегодня у нас корейская косметика ребята это дверца которая для меня была всегда скажем так приоткрыта я с удовольствием юзаю какие-то корейские масочки что там еще корейской мне нравится вот геля воя например мне нравится в принципе принцип их очищение кожи но я честно вообще не гид и не гуру по корейской косметики но слава богу у нас с вами есть сайте korean world который предоставил сегодня нам для обзора какое-то количество косметики я ее тестирую не первый день то есть если мы говорим про уход уже да уже не дельки 3 я все это использую очень активно каждый день в конце я поделюсь своими впечатлениями о уходовой косметике а сейчас мы пройдемся с вами по декоративной не так много и и поэтому долго не буду затягивать и конечно же перед просмотром я вам обязана помнить что обязательно нужно подписаться на этот канал конечно же мы ставим колокольчик на все уведомления вообще чтобы это не происходило с этим каналом чтобы были в курсе вот и конечно ставим лайк и оставляем комментарии даже можно комментарии с критикой или с уточнениями например я конкретно под этим видео буду очень рада видеть ваши какие-то тезисы какие-то ваши знания касательно составов потому что вот чего-чего составы я вообще в них не разбираюсь но но конечно же если не почитала про составы тех штук уходовых которые у меня на ручках есть вот и выписала себе прям конспект что из этого говорят хорошо как заявляет производитель начнем с биби крема это не простой крем от бренда пара лап ель это испанский переводится как для кожи бренд для кожи что касается биби крема в принципе я вот здесь в этом видео тестировала бибишку самую известную тут от миши я даже не помню название тогда мне показалось и я немного еще на тот момент тестировал мне казалось что проблема была в том что это были слишком экстремальные условия что на самом деле это не тоналка серая блестящая какая-то вот кусок блина серого на моем лице а это я такой плохой человек но я ее потом еще просто потестировала не в самых экстремальных условиях и ну в общем я не поняла в чем суть в чем прикол и она ушла человеку который был с огромным удовольствием рад принять ее в свою семью александру лангплеевичу тобольскому досталась эта тоналочка вот тестирует и этом по полной программе а я что я и я с тех пор и решила что биби это не моё ну давайте попробует пара лап ель нас в этом разубедить обратите внимание на красоту этой упаковки я когда делала распаковку когда мне пришла это посылка я просто умирала скорее от дизайна лаконичного здесь вот так а вот здесь веселенький я забыла сказать название эта штука называется что-то там магия биби праймер magic крем вот так вот я тестировал эту штуку но я хочу просто показать вам для начала что происходит спонжик от бернович зацените мне кажется уже сейчас видно что здесь лицо курильщика здесь лицо нормального человека это супер тончайшая штука и она по ощущениям очень приятно короче я не знаю это очень сильно отличается биби крема миша потому что там такая блестящая прям тоналка была а тут все-таки он какой-то другой и мы по ощущениям такой как немножко силиконовый и надеюсь силиконов в нем нет ведь силикон враг на руга на руга народа я в общем поищу в составе по моему на сайте вести состава не по моему точно есть я поищу силикон и если я его там найду я обязательно вот здесь напишу короче меня очень приколол не могу я нормально докраситься и договорить свое мнение целиком полностью адекватно в одно предложение буду краситься и расхваливать ну эту штуку я прям хвалю потому что она тоненькая но перекрывающая и на лице не сидит тяжело я так поняла что у этой тоналки один единственный оттенок и это та самая бибишка которая реально подстраивается под тон кожи так вот сейчас на высыпание я попробую нанести второй слой получится у меня перекрыть их или нет когда я тестировала у меня такого не было это я видимо чего-то сегодня обожралась да все таки они видны так что буду прикрывать их консилером но в целом тон лица очень такой приятненький ровный и равномерный достаточно эта штука мне понравилась и по моему она кстати даже не блестела в течение дня вот но я припудривалась так из хорошего про компоненты извините я буду выглядеть очень глупо если буду делать пытаться вид что я это все запомнила поэтому я прочитаю так здесь есть один волшебный компонент из минеральной соли и также этот биби крем содержит много полезных экстрактов такие как ромашка шалфей тимьян и многие другие в общем они все вот эта линейка и линейка а вот этот бренд сразу опять-таки забегая вперед вот у меня мицеллярная вода минеральные мицеллярная вода это как бы родственные штучки хотя мне кажется это не одна линейка но суть в том что у них один общий волшебный компонент вот это вот минеральная соль соль это отвечает за защитный барьер кожи да то есть и бибишка и мицеллярка помогают восстановить в коже вот этот защитный барьер а уже остальные компоненты да то есть уже дальше там эти масла они разные экстракты они отвечают за упругость эластичность за раздражение до успокоение и так далее я скорее хочу поделиться своими какими-то личными впечатлениями ощущениями непосредственно от того что я на себя наношу они от того что заявляют хотя тоже как у нас любят белорусская косметика просто вообще все на свете блин мы заявляем просто что вы и не знаю вы миллион долларов просто сможете зарабатывать с этим тональным кремом но этого не происходит так вот самое главное что мне понравилось в описании к этому продукту это то что это средство не содержит отдушки и минеральные масла вот про минеральные масла я слышала что это точно что-то не очень полезное ну давайте приступим к следующему продукту у меня есть 5 тинтов вот таких вот от бренда b x x x y давайте посмотрим сводчи ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... 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 Так... Страшно немножко... Но я думаю, что у меня все получится... Беру кисть свою любимую для кремовых теней... Она, конечно, не до кремовых теней... А может и для кремовых... Ну и что? Я тушевываю снизу вверх... Ага... Я ничего не нанесла... Я не хочу ходить с красными глазами... Нанесу консилер на глаза... Чтобы был барьер между кожей и тинтом... Да, кстати, за кисть я не сильно переживаю... Она из стаклона... Это такой достаточно неубиваемый материал... Даже если кисточка немножко покрасится... Ну, ничего страшного... Ну, с богом... С румянами от Рилуи у меня не получилось... То, что я задумывала... С похожим продуктом... Сейчас посмотрим, что будет... Так, зарядила себе под глаз... В внутренний уголок... Так, ну вот он тут растушевался... Очень даже неплохо... В такую почти дымку... Вот так выглядит в один слой... Нормально, поприятнее китайских теней... Которые мы тестировали вот здесь в тысячу раз... То есть я наношу кисточкой слой... Пытаюсь это оттянуть, растушевать... И в тех тенях, не имею в виду... И просто там, где я пытаюсь растушевать... Там продукт тупо исчезает... Сейчас вот тут в центре на слою... Чтобы поярче сделать... Блин, это, кстати, реально крутая подложка... Для неоновых теней... И сегодня как раз взяла палетку... Вот эту... 7 days... Extremely chic... Тоже было видео про нее... Кстати, из всех неоновых, наверное, оттенков... Что у меня есть... Самая неплохая палетка... Да, она никуда не сползает... Отлично... Пока не высохла... Пока чувствую, что жизненько... Глаз не печет... Мой глаз не печет... Невероятно... Все... Оттяжку у меня получилось сделать... Без каких-то... Дополнительных усилий... Все... Мне очень нравится... Посмотри... Красиво... И очень красиво с моими глазами... Констрактирует... Контрастирует... Даже... Не побояться... И если вы там спешите... И с утра накрасить глазки... Потому что у меня получилось это достаточно быстро... И... Красиво... Я считаю, что красиво... Офигенно... Растушевались... Вообще супер... Даже не использовала никаких матовых оттенков... Я только воспользовалась блестяшкой... Чтобы во внутренний уголок глаза ее нанести... И, конечно же, я заляпала тушью глаза... Сначала я очень сильно расстроилась... Но потом я поняла... Это же еще один тест-драйв... Мы сейчас проверим... Будет ли сдираться тинт... Если снять тушь... Все-таки, да... В том месте... Ну, не пятном... Скажем так... Но насыщенность чуть-чуть убавилась... Я сейчас той же кистью... Да, вроде бы она еще чуть-чуть такая влажная... Вот так вот растяну... Припечатаю... Но он не снялся вместе с тушью... То есть прям таким куском века у меня не оголилось... То есть он просто чуть-чуть стал прозрачнее... Нормально... Надо еще поплакать... И вообще full package будет... Отлично... Едем дальше... Не было этой вещи в посылке... Но... Мне прекрасная девушка Ольга подарила... Значит... Карандаш для бровей... Это нашей Лизы... С овощевозы... Сестра... Боже какой она... Приятный человек... Вы просто не представляете... Это карандаш от бренда Miniso... От Miniso у меня обычно из косметики только лаки... И еще у меня была помада... Также мне нравятся их кисти... Например... У меня вот такая кисть есть от Miniso... Из синтетики... Очень классная... Для первичной растушевки... Замечательная... Так... Мне не нравится, что я снимаю упаковку... И вместе с ней я снимаю всякие там составы... И видимо сроки годности... Я очень надеюсь, что мне подойдет... Оттенок... Карандаш двусторонний... С одной стороны... Щеточка... Что очень приятно... С другой стороны... Классные такой... Треугольные формы... Карандаш... Кажется как будто бы даже моего пепельного оттенка... Сейчас мы это проверим... Что еще? Были ресницы... Да... Мой директор по закупкам... Продюсер... Оператор... Аналитик... Мой превьюхер... Мой... Первый зритель... На этом канале... Подсказывает мне... Так... Что тут у меня тушь посыпалась... Кстати... Про поводу туши... Релуи туши... Она мне нравится по эффекту... Но меня жутко бесит эта гигантская кисть... Я постоянно вымазываюсь... Вот... И да... И она уже видимо все... Ей уже точно три месяца как она открыта... Она сыпаться начала... Я уже не впервые замечаю... Так... Ну карандашик прям серый... Прям вот... Знаете... Такой серый... Которого все хотели... Мне кажется... Лет пять назад... Все-таки... Во мне есть теплинка... Для меня... Наверное... Слишком серый... И он... Такой... Не восковой... То есть он... В отличии там... Допустим... От Макс Фактора... У меня есть такой двойной карандашик... Он не укладывает бровинки... Да... Он по суше будет... Но форма мне очень нравится... Вот так кладу полностью... Тут закрашиваю... Вот так... Полностью здесь... Хорошо растушевывается... Так... Кисть нормальная вот здесь... Карандашик ставим в зачет... Оле передаем привет и гигантские благодарности... Единственное что может быть... Я бы себе выбрала чуть-чуть потеплее оттенок... Может быть он там и есть... Не знаю... Едем дальше... И мы снова возвращаемся к тинтам... Хочу сейчас попробовать нанести тинт на щечки... Я никакую тушь... Ой тушь боже... Пудру не накладывала... И по ощущениям у меня очень такая... Ну короче нормальная кожа... То есть она не мокрая... Не супер сухая... Не влажная... Не знаю как объяснить... Да вот такая нормальная... Нормальная кожа... Вот... Надеюсь хорошо сейчас нанесется какой-нибудь тинт... Это у меня был оттенок... Sugaring Pink... 02... Она румяна... Я нанесу... Ладно... Пусть сегодня будут красные щечки... Хотя сейчас я думаю лучше бы я красным глазки сделала... А щечки розовым... Так... Я немножко... Не немножко... А сильно боюсь... На щеках я не тестировала эти... Тинты... Ой... Так жалко немножко... Спонжик... Может попробовать кисточкой... Ладно... Я возьму кисть от Люкс Визаж... Вот такую для тона кабуки... Сильно растаскаю... Ооо... Божечки... Посмотрите какая пигментация... Сильно растаскаю... И просто еле-еле... Попробую вот так нанести... Чуть-чуть... Да... Он конечно... Из-за того что кисточка в тональнике... Вчерашнем... Такими бобками ложится... Но я сейчас попробую растушевать спонжиком... Чуть-чуть его ушатаю наверное... Ну... Вроде ништячок... Бобочек не вижу... Вижу румяна... Хорошо... Просто после тинта Ривы... Или как он там называется... Румяна кремовая... Я вообще уже таких штук боюсь... Все быстренько растушевалось... То есть я не вижу каких-то четких полосок... Надеюсь это передается на камеру... Тоже окей зачетно... Будьте очень осторожны... Я нанесла совсем капельку... Но пигментация бешеная... Ну и давайте уже что-нибудь на губы нанесем... На губы я хочу нанести прям самый темный оттенок... Не знаю насколько это будет гармонично все выглядит... Но мне короче пофигу... Беру пятый оттенок... Называется он... Чероке Бургундии... Вот на губы тоже немножко страшно... Я хочу попробовать вот этой кистью нанести... Типа как растушеванно... Это кисть от Виллы... Номер не помню... Какой-нибудь третий... Что-нибудь такое... Я сюда... В центр... Побольше нанесу... И растушую... Так оттяну... Короче не умею такое делать... Можно я просто накрашу губы... Спасибо... Ужасно... У меня слишком маленькие губы для такого... Там вот клубники переела с чайниками... А не... Вроде получаются... Не знаю... Прикольно... Так сразу матала... Видно что я вчера и сегодня слишком сильно психовала... Все губы искусаны... Не знаю... Нет... Кисточкой была плохая идея это делать... Короче... Там где я пыталась нанести кистью... Вот там я накуролесила... Каких-то накидала... В общем... Кусков... Не знаю что с этим делать теперь... Вот... Но все что касается не этой части... Причем сверху нормально... Я там растушевывала... Не знаю... У меня еще может губы какие-то потрепанные сегодня... Мне очень нравится и оттенок... Напоминает... Знаете какой оттенок? Даже не знаю какой... Никакой... Очень осенний оттенок... Я надеюсь на свотчах я сделаю получше... Это все... Сотруйте... Как они... Эти messy кусочки... Потому что эксперимент был очевидно неудачный... Вот... Прикольно... И мне кстати удалось... Ну что касается спонжика... У него такая прикольная форма... Он как будто бы как спилен... Знаете... Не наискосок... А вот так с ложечкой... В общем вот... Вот... Реально того что там лежит... Вот все-все-все... Снимаете... Оставляете в этой ложечке... И вам этого хватит... Дай боже... Вообще... Как я поняла по всему что я тестировала... Вот из этого заказа... У корейцы очень ценят экономию... Ну или я не права... Я не знаю... Потому что все очень такое... Все очень экономично... То есть вам не нужно много чего-то... Чтобы это использовать... Супер... Я немножко себе бронзером подрисую сколы... Чтобы выглядеть более гармонично... И вернемся с вами... Поговорим про уходку... Друзья... Еще одно уточнение... Кажется... Я взяла самый капризный оттенок... Все остальные... Даже... Несмотря на то... Что у меня губы... Немножко... Как это сказать... Выразиться... Потрепанные... Все равно... Там... Тинт лег... Однородно... Я сейчас... Конечно же... Сделала пять свочей подряд... У меня губы под тинтом... Ядерно... Красно-розово-оранжевого оттенка... Но все равно... Вот этот пигмент... Который я наношу... Допустим... Вот сейчас был красный... Он все это перекрывает... Я в бесконечном восторге... Вообще... Очень красиво... Все такое супер матовое... Но будьте осторожны... Когда наносите... И аккуратны... Спасибо... Друзья... На сайте... KoreanWorld.ru... Вы можете приобрести... Не только косметику... А другие... Разнообразные товары... И скорее... Также... Если вам что-то понравилось... Из того... Что я уже успела показать... Вы можете найти это на Wildberries... Ссылочки я обязательно оставлю... Причем... Как я посмотрела... И через Россию зашла... Так и в Беларуси... По ощущениям... Он еще как будто бы... Как будто бы такой... Как силиконистый... Еще немножко я его чувствую... Но... Следы... Не знаю... Не оставляют... В общем... Класс... Зашибись... Сказать честно... Я даже сильно в шоке... Что у меня все получилось... Потому что я реально ждала... Гораздо более худшего чего-то... Я прям в супер восторге... Чтобы вы понимали... Я прям вообще ничего не репетировала... То есть... Не пробовала на глазах... Не пробовала... Там сильно на губах какой-то из тинтов... Пробовала... На щеках не пробовала... То есть... Очень часто... Тинты... Застревают где-то... В каких-то прыщах... Еще что-то... Но... Не произошло... И это великолепно... Возможно... Кстати... Заслуга... В том... Что... Бибишка... Классная... Классно... Что между собой эти штуки дружат... Хотя это не один бренд... И что еще... Обратите внимание... Я вообще... Нигде не блещу... Мне вообще... Ни одной капли пудры на мне нет... Я не блестящая... Я нормальный человек... Тут не холодно... Как бы... Если что... По декоративке... Всем рекомендую... Советую... Прям... Вообще ништяк... Что касается ухода... Как я говорила раньше... Здесь основной компонент... Самый важный... Самый... Нецелебный... Господи... В общем... Компонент... Которым гордится бренд... Это вот эта... Минеральная соль... Я прошу прощения... Посмотрела свою подсказку... Эта штука называется... Пудра из минеральной соли... Эта вещь отвечает именно за... Аспект защиты кожи... Да... Тоже проговаривала... Также обещают... Что это мицеллярная вода... Она успокаивает кожу... Увлажняет... Питает... В общем... Все самое классное... И за это отвечают... Такие экстракты... Как масло лаванды... Мяты... Розмарин... И многие другие... Аааа... Блок забота... Собственно... Что касается моих... Опять-таки... Личных впечатлений... Я не люблю эту зачитку... Вот для меня... Да... Мерила ужаса мицеллярки... Это гарнье... Вот эта с розовой баночкой... Не очень наверное... Этично... Да... Но честно... Ну я ее не люблю... Короче... Она мне не нравится... Мне после нее хочется просто снять лицо... У меня лицо горело после нее... Не знаю... Ну мне не подошло... Кстати... Тут заявлено... Что подходит для всех типов лица... Забыла сказать... Вот эта мицеллярочка... Очень эффективная... То есть... Если допустим... Свебелитовская... Которую я тоже очень сильно люблю... Белита Янг... Мицеллярка... Мне нужно где-то три спонжика... Чтобы снять обычный макияж... Вот здесь мне хватает два... Причем... Да... Я могу снять и губы там одной стороны спонжика... И глаза другой... То есть она очень эффективная... Да... То есть вот это... КПД короче... У нее высокая... Вот... Хорошо... Прям тип смывает... Да... Еще про мицеллярку... Хочу обратить внимание... Что я сейчас на данный момент... Мне кажется запах таким... Каким-то... Не знаю... Как зеленый чай... Но у меня сейчас прицел сбит... Наверное не стоит доверять ему... Также... Важно тоже... Не выдирает глаза... То есть я чувствую... Если сильно там накапалась спонжика... Эта мицеллярка... Но не так что хочется выдрать глаз... И еще нет никаких после нее высыпаний... Или как я уже говорила... Чувство жжения... Там... Что-то такое... Вообще... Чего не должно вызывать... Ничего вообще на этой земле... Кроме нехороших людей... Да... Мицеллярка... Это тоже параллапьель... А пенка... Это уже... Feel Nature... Если я правильно читаю... Feel Nature... Кажется так... Так... Заявление от производителя... Гипоаллергенные... Если вдруг у вас какие-то с этим вопросики... Обратите внимание... Что я заметила... Я, короче, по привычке открываю эту пенку... И такая... Два... Ну, два нажатия... Два пшика... То есть... Ну, как бы... И я просто не знала, куда эту пенку деть... Потому что она супер такая плотная... Не знаю... Ну, по плотности... Где-то наполовинку от пены для бритья... Она экономная... Экономичная... Вот... Ее много не надо... Не пшикайте много пенки... Хорошо очищает... После нее кожа такая... Ну, прям... Не скрипит, кстати... Вот... Нет этого жирного такого блеска... Но чувствуется, что чисто... И... Хочется сразу же намазаться кремом... Кстати... Я считаю, что это неплохо... Что все пенки должны... После себя оставлять ощущение... Такое... Что... Нужно пропитаться чем-то жирненьким... Вот... Потому что я каюсь... Признаюсь... И я за своей кожей... Иногда вообще не слежу... Вот... Хорошо, как говорится... Если смываю макияж... Но стараюсь не пропускать пенку... Вообще никогда... После мицеллярки... Вот... Что еще? Из спорного... Все вот эти полезные ингредиенты... Допустим, мицеллярки... Это, конечно, хорошо... Но у меня вопрос... Я же вот мицеллярку смываю... Допустим, да... После того, как смываю макияж... Как эти ингредиенты застревают полезные... Если вы знаете ответ... Пожалуйста, обязательно напишите в комментариях об этом... Так что, ребята... Я в полнейшем в восторге... Опять у меня хорошее настроение... После съемки видео... Опять я буду жалеть о том... Что нужно смывать макияж... В общем, если вам все это понравилось... Пожалуйста, поддержите мою блогерскую карьеру... Перейдите по ссылкам... Что-нибудь купите... Ко мне будут хорошо относиться рекламодатели... И будут ко мне больше писать сообщения... Спасибо, Карин Ворс... За то, что прислали эту посылку... За то, что прям домой мне ее принесли... Ну, это невероятная просто забота... Я почитала... Отзывы про сайт... Что думаете, я все подряд беру? Нет... Вот... Отзывы мне очень понравились... Все, по-моему, довольны... Естественно, нашлись... Ну, не нашлись... Естественно, там были какие-то ситуации... Но все разрешились... Как я поняла по переписке... С брендом на вот этих всех... Google отзыв там или где... Вот... Так что сервис вроде как ок... Друзья... Вот так вот... Вот такое хорошее видео... Надеюсь, оно вам понравилось... Вы поставили палец вверх... Увидели, что вы подписаны на этот канал... Что вы поставили пальчик вверх... Я так всегда радуюсь... Вашим пальчиком вверх... А как я радуюсь комментариям... Не передать с вами... В общем, спасибо большое... Что досмотрели это видео до этого момента... С вами была Ира Зверева... Всем спасибо большое... И всем пока... Субтитры сделал DimaTorzok